То, что сейчас происходит, мы на самом деле, возможно, даже ближе к ядерной войне, чем были там в советские времена. Росатом — это не только мирная корпорация, это ядерное оружие. Они его производят, они его тестируют, они его запретают, обеспечивают его эффективность, работоспособность. Вся закрытая история под завесой тайны, собственно, российское ядерное оружие. То, что произошло впервые в истории — захват ядерного объекта, но международное сообщество даже не знало, как реагировать. Как контролировать, если это принадлежит все одному человеку? Мы видим Путин, который взял в руки этот ядерный шантаж, ядерный чемоданчик. Страх — если ты ему поддался, значит, ты проиграл. Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале «Саперы Ауде». Это проект «Школы гражданского просвещения». В разных форматах мы рассказываем о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Война в Украине все чаще напоминает о радиационных и ядерных рисках. Из рук в руки переходят атомные электростанции, из России звучат угрозы применения тактического оружия. Тем временем в прошлом году Евросоюз в два раза увеличил закупки российского ядерного топлива. Насколько сильное влияние на мировой ядерный рынок оказывает Росатом, государственная атомная корпорация страны, развязавшей агрессивную войну? Каковы риски приведения войны вблизи АЭС? И какова реальная ситуация с российским ядерным оружием? Об этом мы поговорили с физиком-ядерщиком, экспертом атомного проекта Международного экологического объединения «Билона» Дмитрием Горчаковым. Дмитрий, большое спасибо, что сегодня пришли на разговор. После начала полномасштабного вторжения Международное экологическое объединение «Билона» прекратило работу в России, а в прошлом году, год назад, была признана Генпрокуратурой нежелательной организацией. Но вы продолжаете свои материалы, продолжаете следить, в частности, за катастрофическими последствиями войны в Украине, и где впервые в истории человечества произошел захват атомных станций. Хочу начать разговор с этого. Что сейчас происходит на Запорожской АЭС? Какие риски эта ситуация несет в мир? Да, добрый день. Мы действительно очень активно занимаемся именно этой темой, вопросами ядерных рисков с войной в Украине. Это действительно первый в истории случай, когда идет вооруженный конфликт, война между двумя странами, которые активно используют ядерные технологии в целом, довольно широко, и атомную энергетику. И такие крупные объекты стали тоже вовлечены в эту войну. Действительно, впервые в истории мы наблюдаем вооруженный захват одной страной вооруженными силами, одной страны, атомной станции другой страны. Причем это не просто атомная станция, это крупнейшая атомная станция Европы, Запорожская АЭС. Шесть энергоблоков, таких атомных станций нет ни в России, ни где-либо в другом месте в Европе. Это случилось впервые. Этот случай мы, собственно, следим за ним с самых первых дней войны. Конечно, уже не в статусе. Мы перестраивали нашу работу, Белон, действительно, сотрудники выезжали, мы искали новые форматы работы, но постепенно мы нашли новые форматы, но объекты исследования и наши опасения, основные меня как специалиста в ядерной сфере, моих коллег, они, конечно, остаются такими же, потому что все эти два года войны, с марта 2022 года практически атомная станция захвачена, и все риски, которые связаны с возможными событиями негативными на этой станции, они по большому счету остаются. Были разные периоды во время захвата этой станции, они связаны с разным тем, кто там принимал решения, грубо говоря, кому она подчинялась, там первые полгода даже она, в принципе, вполне подчинялась еще украинскому руководству, оператору атомной станции Украины, Энергоатому, и даже выполняли команды их, и продолжали работать, вырабатывать электроэнергию даже для Украины. Ну, потом уже с августа-сентября, когда сюда приехала миссия МАГАТЭ, сменилось руководство, потом прошли фейковые референдумы о присоединении этих захваченных территорий России, потом уже Росатом, как российская государственная ядерная корпорация, уже активнее включилась непосредственно в управление этим объектом. Ну, и с тех пор тоже были разные периоды, были периоды, когда были активные обстрелы даже самой площадки станции, чего вот этого точно не было никогда в истории. Вот сейчас более-менее относительно спокойный период, то есть таких обстрелов уже давно нет, но все равно война вещь непредсказуемая, поэтому каждый день, каждый день этой войны он несет всю полноту рисков и может произойти все, что угодно. Какие основные риски? То есть у нас всегда говорили, что вообще-то советские атомные электростанции очень надежные, никакие взрывы им не страшны, но наверняка есть в этом какая-то доля все-таки преувеличения. Какие основные риски есть сейчас? Ну, надо понимать, что если говорить про ядерную войну и атомные станции, и советские, конечно, в Советском Союзе все строилось с учетом на ядерную войну, так или иначе, в том или ином приближении, но надо понимать, что атомные станции – это все-таки гражданский объект. Бывают разные атомные станции, есть совмещенные функции и так далее, но все-таки Запорожская АЭС и большинство атомных станций в Европе и в России – это гражданские объекты. Их основная задача – вырабатывать электроэнергию и тепло, может быть, в некоторых случаях. Поэтому они не рассчитаны на какие-то военные конфликты. И, собственно, мировое ядерное сообщество даже было не готово к этому. То есть то, что произошло впервые в истории захвата ядерного объекта, но международное сообщество даже не знало, как реагировать. Но, тем не менее, конечно, в техническом плане сама атомная станция – это довольно сложное сооружение, где очень много систем безопасности. В том числе системы безопасности на случай каких-то внешних воздействий, которые отдаленно могут быть похожи на какие-то военные действия. То есть защита от ураганов, от природных каких-то воздействий и так далее. То есть даже от падения каких-то объектов не очень крупных. Поэтому наличие, допустим, мы видели все, наверное, фотографии этой Запорожской АЭС, там энергоблоки, они защищены такими бетонными колпаками, контейнментами. То есть отчасти эта вещь может защитить от какого-то, например, даже случайного попадания снаряда. Может быть. Он может выдержать. Но все-таки современная война – это… Она использует… Опять же, наука и техника, она, к сожалению, зачастую работает на войну. Поэтому современное вооружение очень мощное. Поэтому при целенаправленном или даже случайном попадании какой-то ракеты вполне это может быть разрушено. Но и в самом худшем случае действительно случайное попадание какой-то ракеты может привести к довольно крупному ядерной аварии с выбросом радиации на довольно большую территорию. Какие страны вовлечены в регулирование этих конфликтов? И какими правовыми актами они регулируются? То есть каким образом международное сообщество может участвовать в подобном конфликте? Ну, как я сказал, да. К войне, собственно, так не были готовы. Но определенные юридические процедуры, международные конвенции и так далее подразумевали, что так или иначе когда-то, к сожалению, войны были, есть и, к сожалению, еще будут, видимо. На современном уровне развития человечества, когда есть ядерные технологии и прочее, прочее, рано или поздно это может быть вовлечено в военный конфликт. Поэтому есть та же самая Женевская конвенция, известная, правила ведения войны. У нее было дополнение определенное, которое касается в том числе атомных объектов. И там прописано, конечно, что атомная станция не может являться объектом нападения в случае военного конфликта, но парадоксально, но факт, что Женевская конвенция в этом дополнении допускает определенные сценарии, при которых даже и атомная станция может быть законной целью для нападения, если, например, на ней находятся войска противника. То есть, конечно, при определенных условиях, что вы должны соблюсти все меры предосторожности, чтобы ничего не случилось, но, тем не менее, если на этом объекте есть чужие военные, то это законная военная цель, к сожалению. И даже сам по себе объект, в принципе, Женевская конвенция допускает, что он может быть объектом нападения или атаки, то есть не военный на нем, а сам объект, если он, например, используется для питания или энергоснабжения каких-то военных объектов. В данном случае это не имеет отношения к запросу КАЭС, потому что она, во-первых, уже давно установлена, электричество не вырабатывает, ну и, собственно, она не работала никогда на какие-то военные вещи. Но, тем не менее, Женевская конвенция допускает такие трактования и, возможно, какое-то двоякое ее использование. Есть еще международная конвенция по предотвращению актов ядерного терроризма, где четко прописано в первых же статьях, что любой захват ядерных материалов, ядерного топлива, даже атомной станции или самого ядерного объекта с целью создания какой-то опасной ситуации, либо радиационной аварии, либо угрозы просто этой аварии, чтобы добиться чего-то, от какой-то страны, от правительства или от какой-то группы с целью выкопа или чего-то. Это и есть ядерный терроризм. Но в данном случае нет никакого механизма предотвращения таких вещей. Это просто описывает, что может быть в случае, если это потом докажут, что это может считаться военным преступлением. Но, к сожалению, сейчас мы увидим, что первая жертва войны – это правда, поэтому Россия очень активно и очень изощренно, с большим опытом использования пропаганды, использует эти вещи, чтобы обвинять Украину, например, в том, что это она пытается создать ядерное оружие или создать какую-то опасную ситуацию на Запорожской АЭС и так далее. Поэтому эти вопросы с отсылкой к этим нормативным актам международным регулярно поднимаются и на Совете Безопасности ООН, но, например, в том числе и со стороны России, которая пытается использовать это, чтобы обвинить Украину во всех смертных грехах. Если говорить про пропаганду, мы все слышали историю про создание грязной бомбы на территории Украины. И так или иначе мы понимаем, что в голове у обывателя атомной энергии и ядерное оружие они примерно на одной полочке находятся. И вот это все смешалось. Насколько реально отслеживать и контролировать процесс, который происходит в атомной сфере? И можно ли об этом как-то говорить, объяснять людям, что происходит? Конечно, объяснять надо. Действительно, в голове обывателя во многом эти вещи связаны. Но здесь как раз мы продолжаем разговор о нормативных актах и каких-то международных институтах, которые могут работать в этой сфере, могут быть полезными. Есть еще МАГАТЭ, о котором я упомянул, Международное агентство по атомной энергии. Одна из задач которого этого агентства, это структура внутри ООН, следить за выполнением и исполнением закона, международного договора о запрете ядерного оружия. Его испытаний, передачи, запрете распространения ядерного оружия. То есть, есть ряд стран, у которых ядерное оружие есть. Россия, одна из таких стран, США, Китай, Франция и так далее. Но эти страны подписали это же соглашение, обязались не передавать эту технологию. Так вот, как раз МАГАТЭ следит за том, чтобы ядерные материалы, которые используются в мирных целях, не передавались и не использовались для военного назначения. В данном случае, когда идет сейчас война, и Россия обвиняет Украину в том, что они пытались создать грязную бомбу, МАГАТЭ как раз контролирует все ядерные объекты Украины и до войны, и сейчас, во время войны. Они, на самом деле, героически это продолжают делать, даже на Запорожской АЭС. Из всех структур, которые что-то пытаются делать в Украине, международных в ядерной сфере МАГАТЭ, наиболее активно, собственно, больше, по большому счету, никого и нет. Несмотря на то, что у них нет ни протоколов действия в таких ситуациях, это во многом инициатива их руководителя, там, Рафаэля Гросси. Тем не менее, он добился, что их инспекторы сейчас присутствуют на Запорожской АЭС, и они в том числе контролируют, например, все ядерное топливо, которое есть на атомной станции, которое теоретически может использовать для создания грязной бомбы. Но для этого нет никаких доказательств. И как не было таких доказательств и до войны, так и во время войны, ничего такого не выяснилось. И все, что Россия обвиняет Украину, это все ерунда. МАГАТЭ говорит, нет, это не так. Когда Россия, например, говорила, что на Чернобыльской АЭС что-то там пытается Украина делать, Россия полтора месяца захватывала и удерживала, контролировала Чернобыльскую АЭС в самом начале войны. И что они, за полтора месяца не нашли никаких доказательств? МАГАТЭ там было, и потом приехала МИСЯ, и тоже проверили, тоже говорят, нет никаких доказательств. Потом Россия обвиняла Украину, говорила, что какой-то исследовательский реактор в Киеве, и еще один где-то, по-моему, в Харькове, там тоже что-то делается. МАГАТЭ сказала, окей, у нас нет такой информации, но если вы сомневаетесь, мы отправим инспекторов и проверим. Они отправили, и они проверили, сказали, нет, ничего такого нет. То есть Россия, это все беспочтенное совершенно обвинение. То есть да, есть вещи, есть ядерные материалы, ядерное топливо, которое теоретически может применяться для создания грязной бомбы. Это не ядерная бомба, когда вот такой взрыв, как все знают, этот ядерный грипп, огромное выделение энергии и так далее. Грязная бомба, это когда просто любое количество, по большому счету, радиоактивного материала, опасного с точки зрения радиации, облучения и так далее, просто где-то распыляется, ну и все. Это грязная бомба. Заражение. Загрязняет, заражает. Это, по большому счету, оружие террористов. Ни у одной армии мира оно на вооружении не стоит не потому, что запрещено, а потому, что просто неэффективно. Поражающие факторы совершенно не те. Пугать можно. Именно потому, что публика широкая не разделяет эти вещи. Все, что связано с радиацией, считается очень опасным и страшным. И этим очень легко пугать. К сожалению, этим очень активно пользуется Россия, когда обвиняют Украину в том или ином преступлении, даже не задумываясь, насколько это вообще правдоподобно и так далее. Это вселяет страх в западную аудиторию, побывателей стран, которые влияют на свои правительства. И они боятся. И Россия, видимо, рассчитывает, что они тем самым как-то снизят поддержку Украину в западном обществе. Чтобы не надо обострять, не надо доводить до какого-то конфликта, а то мало ли, что эти русские там сделают. Вот так это работает, к сожалению. Сейчас хочу поговорить немного про Росатом и о том, какова роль его вообще в войне. Потому что мы знаем, что Росатом имел большое количество проектов по всему миру. И после начала полномасштабного вторжения эти проекты не сворачивались. Вы сказали, что на Запорожской АЭС сейчас тоже Росатом начинает разворачивать какие-то действия. Какова роль, что вы видели, делает Росатом? Почему, кстати, он не под санкциями? Посредственно главный объект, где Росатом присутствует, это, конечно, Запорожская АЭС. Официально указом Путина от какого-то там числа октября 22-го года, после референдумов, присоединения этих территорий захваченных, Путин отдельным указом поручил дочерней структуре Росатома управление Запорожской АЭС. То есть все, с точки зрения российского закона, как его представляет себе Путин, на самом деле эта процедура управления захваченной станцией, она незаконна, ни с точки зрения Украины, ни по законодательству Украины, ни по законодательству России. Невозможно в такой ситуации эксплуатировать ядерный объект. Это нонсенс не только с международной точки зрения, но даже по российскому законодательству, по многим-многим процедурам, потому что там техника не такая, система лицензирования другая и так далее. Нельзя просто так взять и теперь здесь мы хозяева, так это не работает. И вот уже это само по себе огромный потенциал для разных аварийных сценариев и недопониманий, и если что-то пойдет не так, человеческая ошибка очень высокий фактор, потому что нет процедур, как действовать в такой ситуации. Протоколов нет. Протоколов, да, на случай войны, на случай того, что вы управляете другим объектом. Вы не знаете, у вас нет опыта управления именно таким объектом. Росатом хвалится тем, что он, действительно, у него очень большая доля на мировом рынке строительства АЭС и такие же типы реакторов работают в России. Это, в общем, советский дизайн, он такие и в России работают реакторы, и в Украине, и в нескольких странах Европы и так далее. Но все-таки за 30 лет независимости Украины там много что поменялось. Модернизировалось, изменилось и так далее. Поэтому нельзя просто приехать там из России, оператора посадить, и он будет управлять. Это очень опасно. Поэтому там Путин даже своим указом дал переходный период, там 8 лет до 28-го года, чтобы это условно привести к каким-то российским нормам. К сожалению, мы сейчас наблюдаем, что постепенно этот процесс идет. И я боюсь, что это немножко консервирует ситуацию и говорит о том, что, скорее всего, эту территорию они будут разменивать, как-то обменивать и так далее. Будут пытаться удержать ее любой ценой теперь. И в том числе интегрировать Запорожскую АЭС в структуру Росатома. То, что они там делают, они управляют. Росатом широко задействован не только на Запорожской АЭС. В принципе, весь Энергодар и вот этот регион рядом с... Энергодар – это город-спутник Запорожской АЭС, где живут, собственно, работники, ну и другие люди там. По большому счету Росатом курирует этот город. То есть там они помогают финансово и так далее. И очень любят это рассказывать и гордиться. Но при этом, что интересно, глава Росатома ни разу на этой территории не был. Там был Кириенко, бывший глава Росатома, который сейчас замглавы администрации. Но это политическая фигура. Он и так не выездной. Он просто демонстрирует свою лояльность этому режиму, приезжая туда, ходя, показывая с умным видом и так далее. Там по Запорожской станции и так далее. Сам глава Росатома Лихачев, который ездит по всему миру, по всем международным стройкам, олицетворяет бизнес. Росатом как бизнес-корпорацию, которая представлена во всем мире. Он туда не суется. Видимо, понимая, что это преступная история, и лучше ему с ней не ассоциироваться. Но Росатом активно, их дочерним структурам передано и распределение электроэнергии во всех захваченных территориях, то есть не широко там задействовано. Им это компенсируется из федерального бюджета, потому что они распределяют по особым тарифам и так далее. То есть они многие функции там выполняют. В том числе, ну, понятно, что Росатом – это не только мирная корпорация, это ядерное оружие. Они его производят, они его тестируют, они его запретают, обеспечивают его эффективность, работоспособность. Ну, в сочетании с другими структурами, но вот именно ядерная часть – это Росатом. Всегда была, всегда есть и, видимо, так и останется. И когда глава Росатома, когда все представляют, что Росатом – мирная корпорация, первое, что делает глава Росатома, когда совещается с Путиным, это докладывает о том, что оборонный заказ выполняется на 100%. Все в порядке. То есть для них главное оружие. Но они делают и не ядерное оружие, в том числе и боеприпасы различные и так далее, и они активно используются. И вот недавно были парламентские слушания, вернее, правительственный час в Госдуме России, где выступал глава Росатома, и он с гордостью говорил, что мы активно испытываем новые образцы неядерных вооружений во время СВО. Они называют это СВО, во время войны. То есть Росатом очень широко задействован. Это только то, что касается задействования там непосредственно на территории войны. Но Росатом – международная корпорация. Она широко представлена на всем международном рынке, практически во всех аспектах, потому что они действительно делают все в ядерной сфере, в мирной сфере. Военные тоже все. Ну, просто такая история, да, вот атомный проект Советского Союза перекочевал в Россию, они делают все там в ядерном оружии от создания до, собственно, поддержания боеспособности. Но и в мирной сфере они делают все от добычи урана, производства обогащения урана, производства ядерного топлива, строительства атомных станций, эксплуатации станций, вывода из эксплуатации, обращения с отходами и так далее. То, что во всех остальных странах, ну, не во всех, вернее, в тех странах, где это есть, обычно это разбито по множеству разных компаний, корпораций, даже там во Франции, где это тоже очень централизовано. Там все-таки несколько крупных компаний. Здесь монополия. Русатом это одна монополия, да, они объединяют все. Это во многом объясняет их уникальное положение на мировом рынке. Ну, так мухи отдельно, котлеты отдельно. То есть, все, что с оружием внутри России, так? Для бизнеса удобнее, да. Эти вещи разделяют. Поэтому это вот такая вот, ну, для российской системы это очень такая понятная. Здесь мы так говорим, здесь мы так говорим, когда удобно, так те вещи выпячиваем. Но на мировом рынке, действительно, то есть, в разных развивающихся странах, которые хотят строить атомные станции, когда они выбирают между разными, не так много пальцев одной руки достаточно, чтобы перечислить компании из страны, которые могут построить атомные станции. Русатом может сделать все от добычи урана и заканчивать там выводом из эксплуатации. То есть, по крайней мере, они такие предложения делают. И с учетом того, что госбюджет, поскольку это госкорпорация, еще и обеспечивает это кредитами, то это вообще очень выгодное предложение получается по сравнению там с другими компаниями, у которых нет ни технологий таких, ни опыта, ни возможности финансировать. Русатом за последние 20 лет они построили большую часть тех атомных станций, которые в мире построены. И сейчас из примерно каждой третьей атомной станции, которая сейчас строится в мире, строится либо Русатомом непосредственно, либо по его проекту в 7 или 8 странах мира. То есть, это в Китае, в Индии, в Турции, в Египте, в Беларуси сейчас построили, или в Венгрии собираются строить порядка 22, по-моему, атомных энергоблоков сейчас одновременно строят Русатом. И Росатом не попал в санкционные списки ни США, ни Евросоюз сейчас? Не совсем корректно сказать, что совсем никаких санкций нет на Росатом. Есть санкции на отдельные структуры и со стороны Евросоюза, и со стороны США. Ну, например, на Атомфлот, компанию, которая эксплуатирует атомные ледоколы на Северморш-пути. Но это не касается основных зарубежных проектов, Росатома, в том числе, которые касаются сотрудничества с западными странами. В основном, Росатом не строит атомные станции, он в основном строит на юге, в странах глобального юга. В Европе, Венгрия единственная страна, где они сейчас собираются строить. В США Росатом, конечно, ничего не строит. Но зависимость Запада от Росатома, она в основном в ядерно-отопленной сфере. То есть в США и в Европе примерно 30% обогащенного урана, который используется для создания ядерного топлива, поставляет Росатом. Эти услуги делает Росатом. Его доля на этом рынке, обогащение урана самая большая, и среди всех, которые он занимает, там порядка 40%. Ядерное топливо для ряда стран Европы до сих пор поставляет Росатом. Потому что там, как и в Украине, используются советские реакторы, они используют советское, а теперь российское топливо. Они пытаются с него перейти, заменить его на американское, но это требует годы. И вот пока это не сделано, никаких санкций нет. Собственно, почему нет санкций вот таких серьезных, что вот как там было с нефтью, как было с газом. С такого-то дня, через полгода, через год, Европа отказывается полностью от нефти или от газа. Потому что нефть или газ можно купить в другом месте. И там не нужна какая-то особая спецификация. Ну, газ, он в общем и в Африке газ. Может, химически чем-то отличается, но не сильно принципиально. Ядерная технология, это очень сложная сфера, где нужно, нельзя просто поменять поставщика. Во-первых, его надо найти. Ядерное топливо для определенного типа реакторов. Хорошо, если два поставщика в мире есть. Для советских вот сейчас там есть два, но и то компетенция там у американцев, она все-таки похуже. И для всех типов реакторов. И то, даже если у них есть технология, ее нужно для каждой страны, для каждого энергоблока протестировать, пролицензировать и так далее. Эта процедура занимает годы. Поэтому все эти страны, которые так или иначе зависят, нет санкций, но есть определенная политическая воля, видимо, руководства политического, которое они довели до компаний, все-таки частной компании. Все-таки там не Россия, там все-таки бизнес управляется сам по себе, а политика сама по себе. Нет официальной санкции, это законно, почему бы не работать, если это выгодно. Поэтому бизнес не очень заинтересован, чтобы рвать эти связи. Это либо обеспечит им судебное разбирательство, ну, либо просто это будет для них дороже. Но, тем не менее, они понимают уже даже бизнес, куда все движется. И они, в принципе, тоже заинтересованы, если уж они будут инвестировать, допустим, в то, что они эти технологии будут создавать сами, там, наращивать мощности по обогащению урана, делать это ядерное топливо. Они вложат деньги в инвестиции, в разработки, в людей, в заводы и так далее. Они заинтересованы, чтобы эта ситуация тогда продлилась какое-то время, чтобы эти инвестиции отбились. Поэтому рынок меняется не быстро, нужны годы, чтобы он поменялся, но решение уже принято. И там через 5 лет, мы посчитали, что к 30-му году уже зависимость Европы, Евросоюза от ядерного топлива из России, она минимум на 60% снизится. И это уже будет не отыграть назад. Росатом для себя компенсирует, то есть он построит там в Индии, в Китае и так далее, он туда будет поставлять топливо не меньше, чем в Европу. Но Европу он все-таки потеряет. Так что изменения происходят, несмотря на то, что санкций официальных действительно пока нет. Ну да, потому что вот в вашем докладе как раз есть цифра, что в 2023 году в два раза увеличилась закупки ядерного топлива Евросоюзом. Конечно, на фоне продолжающей эскалации войны это выглядит очень... Да, это выглядит очень странно. Да, поэтому, собственно, журналисты так, это небольшая статья, а это информация, которую мы действительно проанализировали, выяснили по торговым операциям, по таможенным кодам, что в 2023 году действительно в два раза и в деньгах, и в объемах физических пять стран Евросоюза, которые используют эти советские ядерные реакторы, они в два раза больше закупили ядерного топлива. Но в деньгах это примерно 600 миллионов евро. Но если посмотреть на тот экспорт, который до сих пор идет, те торговые операции, которые до сих пор Европа осуществляет с Россией, закупая, продолжая закупать, если не трубопроводный газ, то сжиженный газ, если там не нефтепродукты, не нефт сыруют, то какие-то продукты нефтепереработки. Там все равно речь идет до сих пор на десятки миллиардов евро. Здесь речь идет о нескольких сотнях миллионов евро. То есть в деньгах это несопоставимо. Европа продолжает финансировать эту войну, закупая очень многие продукты. Ядерное топливо далеко не самое большое. Но и здесь надо понимать, что эти объемы, которые сейчас эти страны увеличили в этом году, мы сделали запросы операторам этих станций. Конечно, они тоже это чувствительная информация, они не хотят раскрывать конкретные цифры, но подтверждают, что они делают запасы. Они, большинство из них, кроме Венгрии может быть, то есть Болгария, Словакия, Чехия и Финляндия, где есть такие реакторы, они сделали запасы или делают их сейчас. То есть опять же, в 2022 году война началась. Что делать? Невозможно сразу отказаться от работы с Россией, потому что, например, в той же Чехии 40% электроэнергетики от атомной станции. Все на российском топливе. Нельзя их закрыть и уйти. Это гуманитарная катастрофа будет. Точно так же у многих других стран. Поэтому они приняли решение, у них есть контракты до какого-то года. Разорвать они их не могут, но они могут сказать, мы хотим выкупить топливо, например, быстрее. Не поставляйте нам каждый год по чуть-чуть. Вот можно мы ближайшие два года все выкупим, и вам выгоднее вы деньги получите, и мы будем гарантированно уверены. Вот сейчас в Чехии запас топлива примерно на 5 лет. То есть они делают запасы, чтобы в ближайшие годы, пока американцы, грубо говоря, все протестируют и проверят, и пока мало ли что будет, вдруг появятся действительно официальные санкции, и там завтрашнего дня что-то случится, и там Евросоюз скажет, и даже Орбан согласится, говорит, ну окей, ладно, все, прекращаем там через месяц закупать. Закрываем лавочку. Да, ну у них хотя бы будут запасы. Поэтому я бы скорее позитивно даже смотрел на то, что сейчас закупки увеличиваются. При этом вот еще одна цифра, в последний год, впервые за 10 лет, в самой России уменьшилась выработка атомных электростанций. Что это значит? Это параллельная история. Она слабо как бы связана с этими вещами, хотя здесь есть интересные, если глубоко копать, какие-то параллели, и можно сделать выводы. Но это как бы не новость для тех, кто следит за российской атомной отраслью, потому что, ну вообще все связано, конечно, да. Последние годы Росатом очень активен на зарубежных рынках. Из тех 22 атомных блоков, которые строит Росатом, только 3 стоят в России, 19 за рубежом, во всех других странах. То есть соотношение 90% всего, что строит Росатом, он строит за рубежом. Но при этом, внимание внутренним стройкам, оно было не такое большое. Что-то строили, но все-таки атомные партии стареют. Большинство атомных станций построено еще в советское время. Например, там старые реакторы РБМК, это тип реакторов чернобыльского типа. Они до сих пор работают в России, по-моему, 7 или 8 штук осталось. Они доживают свой срок, 45 лет у них там план, у них был даже 30 лет, потом их подливали, но сейчас 45 их закрывают после 45 лет. Но им на замену не успевают строить. Росатом не успел построить за вот эти годы, поэтому сейчас закрывают старые блоки, новые не успевают водить. И поэтому абсолютно закономерно было то, что либо в 22, либо в 23 выработка должна была снижаться. И ближайшие лет 5 она будет примерно такой, если не ниже, то только на этом уровне. Пока они начнут водить. Вот буквально неделю назад перед выборами Путин даже с онлайн-трансляцией героически дал старт строительству нового блока на Ленинградской АЭС. Как раз замещая те, которые будут выводиться. И в ближайшие годы Росатом будет больше строить внутри страны. Но успеют ли они все это построить? Будет ли это масштабно, очень масштабно должна быть программа, чтобы заместить эти мощности? Там ведь еще это касается того, что, опять же, Росатом госкорпорации, они очень ответственны перед своим главнокомандующим, перед Путиным. А Путин им дал поручение, что там в ближайшие годы они, правда, варьировали эту цифру, но к 1945 году он сказал, доля атомной энергетики в России должна подняться до 25%. Сейчас чуть меньше 20, даже там 18 с чем-то по итогам прошлого года. И вот им не просто нужно сохранить текущий уровень, то есть заместить старые блоки, но им нужно наращивать эту долю. Это значит, им нужно строить еще гораздо больше. Поэтому по нашим опять же прикидкам к 30-му году, если сейчас они 90% строек ведут за рубежом, то к 30-му уже году примерно будет 50 на 50. Они больше займутся делами внутри России. У Запада есть желание как-то нарастить конкуренцию и немножко снизить активность Росатома за рубежом. Но вот Росатом сам будет немножко отворачиваться от зарубежа к своим внутренним вопросам. Удастся ли ему сохранить такой же уровень зарубежных строек? Большой вопрос. Пока не видно за эти два года войны Росатом не заключил ни одного нового твердого договора на строительство нового атомного энергоблока. Кстати, что происходит с Белорусской? Это тоже такой был скандальный достаточно эпизод. Что-то пошло не так и вроде как это были плановые испытания, вроде как неплановые и все это под завесой тайны и Лукашенко понятно тоже использует это как некий шантаж по отношению к западным соседям. Что происходит сейчас там в дивизионале это электростанция атомная до финала? Ее запустили я видел ее самолет когда приземляется в Вильнюсе вполне можно увидеть 40 километров довольно масштабное сооружение. Два энергоблока они запущены то есть ноябрь или декабрь прошлого года официально второй блок запустили первый работает уже года два с большими сложностями это правда их строили вообще это новый тип реакторов там ВВР-1200 которые Росатом строит внутри у себя несколько штук и сейчас по всему миру который они строят они строят такой новый тип реакторов он более мощный новые технологии для них это такая гордость в Беларуси они построили их в первую очередь и они хотели построить их очень быстро и по меркам собственно даже российских строек они действительно очень быстро построили но потом пошли какие-то разные болезни так называемые детские болезни когда у вас проект еще не отработан тем более в соседней стране строите не у себя много что идет не так и оборудование не то барахлит и были суды и проблемы с поставщиками и так далее были проблемы на этапе пуска-наладки последние два года второй блок должны были пустить на год раньше но там что-то пошло не так и судя по всему очень неприятное там что-то в первый контур они запустили нехорошее чего вообще-то не бывает даже в России то есть если верить тем той информацией которая официально конечно никто ничего не говорит не Росатом у них все в порядке и там нет международных наблюдателей насколько я понимаю что это довольно закрытый объект и МАГАТЭ по-моему там не имел доступа МАГАТЭ там есть МАГАТЭ там тоже присутствует но надо понимать что возможности МАГАТЭ как ограничены сейчас в Украине они не могут остановить войну или сказать ребята не стреляйте так и на мирных объектах в обычное как бы в мирное время они не могут контролировать все то есть они проводили несколько миссий по оценке безопасности они фиксируют правильно просто вот какие-то ну они фиксируют там может что-то пойти не так но это например не касается вопроса ядерной безопасности то есть они проверяют да у вас была проблема вот вы ее устраняете у вас это заняло столько-то времени окей сейчас вы все устранили да устранили там ставим галочку но для публики то как мы обсуждали что для широкой публики все что касается атома это очень жутко очень опасно и любое что что-то идет не так это уже вызывает подозрения и когда у вас политический режим закрыт в Беларуси как и в России и все скрывается и все официально у вас все в порядке и так далее это вызывает огромные вопросы огромные подозрения огромные сомнения и страхи естественно поэтому МАГАТЭ они не раскрывают все информации они фиксируют свои там показатели какие-то у них есть там отчет что там в принципе все более-менее нормально и вполне возможно что так оно и есть но то что это не открыто то что это кулуарно и все прячется это само по себе опасно потому что в какой-то момент там действительно может сложиться какая-то опасная ситуация и никто об этом не узнает Возвращаясь к опасным историям и про ядерный шантаж про который мы начали говорить вся закрытая история под завесой тайны собственно российское ядерное оружие что сейчас из того что известно условно есть 5900 ядерных боеголов в каком их состоянии находится кто это контролирует как вообще вот что это такое сейчас ну у России самый крупный в мире ядерный арсенал он как был там с каких-то времен когда началась разрядка Горбачева-Рейдмана так он и сохраняется в России все-таки больше советских времен конечно он сильно сократился все-таки удивительно но даже во времена холодной войны две супердержавы которые противостояли сумели договориться о том чтобы что это все-таки не вариант ядерная война это не вариант то что сейчас происходит мы на самом деле возможно даже ближе к ядерной войне чем были там в советские времена потому что опять вот эта риторика появилась что мы можем бахнуть там или у нас там все в порядке как Путин сказал мы готовы к ядерной войне 90 секунд до полночи у нас все вот да и собственно международный этот бюллетень ученых-ядерщиков которые отмечают вот этот часы до до ядерной войны тоже тоже в принципе согласны что сейчас очень опасная ситуация то есть вот это была разрядка но арсеналы остались да там несколько тысяч но важнее здесь то что до сих пор до сих пор действуют соглашения об ограничении ядерных вооружений несмотря на то что Россия там прекратила исполнение договора СНВ которое еще там Обама и Байден продлевал все-таки он действует в плане в плане количества боеголовок то есть из этих там пяти тысяч примерно там тысячи семьсот тысячи восемьсот они могут быть на боевом дежурстве не больше сейчас проблемы с проверками контролями и так далее но вот эта вещь известна вплоть до военного времени были проверки что и американцы приезжали в Россию несмотря на всю уже риторику уже там 20-21 год мы там значит сейчас с НАТО ах они тут плохие и так далее но в то же время солдаты НАТО вполне официально были на всех наших ядерных объектах и проверяли периодически в каком-то все состоянии насколько это соответствует отчетам и так далее и также российские приезжали представители в США и контролировали какие-то вещи вот сейчас этого нет во многом что мы знаем о ядерном арсенале он не такой уж закрытый в том плане что это вещь которую надо периодически показывать это штука которая не должна быть совсем скрыто ядерный арсенал это вообще ядерное оружие это оружие которое не должно никогда применяться но оно существует для того чтобы противник про него знал поэтому его пытаются показывать демонстрировать а как демонстрировать когда ты не использовать не можешь не испытывать не можешь это тоже запрещено договорами но показывать различные учения то есть без ядерного взрыва но носители ядерного оружия ракеты подводные лодки самолеты стратегические Путин очень любит присутствовать на этих учениях он показывает какой он молодец что все это работает и совершенно не секрет что действительно огромные средства выделялись в последние годы и с технической точки зрения очень многие вещи в ядерном арсенале России модернизированы это признают собственно и зарубежные эксперты хотя они тоже заинтересованы в том чтобы гонка вооружений продолжалась потому что если если у России все хорошо то значит в США военный вооруженный комплекс можно сказать нам тоже нужны деньги чтобы это все поэтому это спираль которую очень сложно остановить запустить очень быстро процесс остановить очень сложно это как милитаризация с оружием в Европе собственно когда начинается накачка вооружений то это да такой процесс который запускается к сожалению да такие вещи опасные агрессивные они запускаются легко тормозятся очень сложно и война в Украине она сейчас в такой же этапе сложно представить как можно договориться о чем-то когда каждый день война продолжается каждый день гибнут люди совершаются все больше и больше преступлений и это нельзя просто так выключить это останется на долгах причем интересно что если по итогам холодной войны во-первых удалось договориться во-вторых было признано что ядерное оружие это все-таки инструмент сдерживания то есть и стали громче появляться голоса о том что пора прийти к ядерному разоружению сейчас мы видим наоборот что те страны которые все время отказались от ядерного оружия как Украина например говорят о том что надо было не надо было этого делать надо было нам его оставить и снова начинается как раз маятник в обратную сторону качается и вроде как оно уже как некая потребность рассматривается как здесь вот этот вот к сожалению это тоже последствия того изменения глобального мира глобальной стабильности которая была после окончания холодной войны но нарушилась вот и то в том числе на чем строится вот эта вся концепция Путина что как-то вот они там с западом не поделили мир как-то там его ущемляют и так далее это все строится на паритете к сожалению сейчас фактор наличия у Путина ядерного оружия он во многом ограничивает и запад и НАТО и всех союзников Украины которые не могут этого не замечать не могут полностью игнорировать этот факт хотя на самом деле его нужно игнорировать страх если ты ему поддался значит ты проиграл вот то есть конечно ядерная война это то что недопустимо все на самом деле это признают никто с этим не спорит идея о том что ядерное оружие недопустимо оно появилось с первых же лет там организации ООН и одна из первых там конвенций это было о том что ядерное оружие никогда не должно применяться это было буквально через год через два после Хиросимы и Нагасаки уже поняли что это ужасно это не для поля боя оружие это то что уничтожит человечество да этот джин его нельзя обратно как бы засунуть в лампу и спрятать и знания технологии невозможно даже если сейчас уничтожить все ядерное оружие технологии появятся грубо говоря как его сделать даже я знаю на моем уровне знания мирно-ядерная сфера но просто нужен контроль нужно больше доверия нужно больше механизмов сдерживания не только ядерных ведь даже в советское время там во времена вернее холодной войны ведь люди не поубивали друг друга не потому что у них было ядерное оружие просто они понимали что ну гораздо выгоднее все-таки жить как-то мирно существовать и так далее поэтому есть масса других факторов когда можно обеспечить какую-то гарантию когда страны просто активно торгуют проводят культурный обмен и понимают ценность мирной жизни гораздо выше и лучше и на бытовом уровне понимают что люди которые с той стороны за границей или за океаном они такие же как вы они тоже хотят жить и никто вам не угрожает нужна просто свобода информации обмен информацией а не какая-то пропаганда и так далее у каких стран сейчас есть вот кроме семи общепризнанных где еще есть ядерное оружие или все как бы ограничивается теми семью ну сколько там по-моему девять условно официально одна таки да таки нет то есть ну и пять которые первые которые вот совет безопасности и он собственно основные члены это вот Россия преемница Советского Союза отдельный вопрос почему именно Россия преемница как вы сказали Украина на момент развала Союза Украина и Казахстан новые независимые страны на их территории осталась часть ядерного арсенала так вот у Украины был по-моему второй вернее третий по величине то есть Россия США и Украина были третьи у них больше чем у всех остальных вместе взятых они отдали это все России то есть Россия США Великобритания Франция и Китай пять основных которые подписали договор о нераспространении ядерного оружия как страны со статусом обладающих ядерным оружием потом появились Индия Пакистан и это международное сообщество восприняло негативные были большие санкционные вещи в отношении Индии в том числе потому что она первая сделала Китай уже помог Пакистану и так далее то есть это уже семь Северная Корея никаких сомнений у них есть ядерное оружие это единственная страна это единственная страна которая проводила испытания ядерного оружия в 21 веке это безобразие в 90-е годы закончили хотя сейчас есть голоса что хорошо было обновить есть отдельные вопросы в отношении Израиля вроде как у них есть но они не подтверждают как они говорят что у нас его нет но если надо мы его применим у Ирана нет но есть пороговые страны те которые в принципе как я уже сказал если мы даже сейчас все уничтожим знания технологии появятся не так сложно создать ядерное оружие важнее просто понять а надо ли оно потому что проблем от него может быть больше как я уже сказал Индия она создала ядерное оружие но на экономике отразилось очень негативно на самом деле в истории мировой истории стран которые планировали создать ядерное оружие но потом отказались от этих планов гораздо больше чем стран которые все-таки его создали В свое время и Германия собиралась, и даже не говорю про Вторую мировую, при Гитлере. Нет, они после этого планировали. И многие страны Европы тоже хотели, но потом решили, а зачем? Зачем нам эта головная боль? Нам это не нужно. И в Азии и прочие страны тоже планировали это сделать, но решили, что это лишняя головная боль. Поэтому на самом деле процесс ядерного вооружения идет давно, и он довольно успешен. То, что мы сейчас наблюдаем, соглашение между Медведевым и Обамой в 2010 году, это было самое большое сокращение в постсоветские времена. Это все начало просто откатываться назад уже при новом Путине и при Трампе. Но буквально недавно мы были в ситуации мира, когда ядерное разрушение было на самом лучшем уровне в истории, который мог быть. Поэтому я надеюсь, что когда-то после Путина, после этого эксцесса, какие-то меры будут приняты, какое-то решение мировое сообщество придумает новое, как с этим быть. То есть ядерное оружие невозможно полностью уничтожить, возможно, когда-то будет знание о нем невозможно уничтожить, но сделать мир безопаснее, я верю, можно. Двадцатый век, он получается такой век ценностных компромиссов и договоренностей. После двух мировых войн мы видели создание Евросоюза, появление Конвенции по правам человека и, собственно, декларации человеческой жизни как высшей ценности. И, собственно, задачей всех международных институций было не допустить повторения вот тех конвенциональных войн, которые были. Дальше мы видели после Холодной войны вот это вот, опять же, умение договориться, встать на своем и не использовать ядерное оружие. Сейчас мы приблизились к тому, что снова вот эта вот ценность человеческой жизни и вообще, собственно, существование человечества под угрозой. Казалось бы, конечно, все должны понимать, что мирная жизнь важнее всего, что есть разные способы. И конкуренции в том числе. Это не обязательно должно быть физическое уничтожение. Но как контролировать, если это принадлежит все одному человеку? Мы видим Путин, который взял в руки этот ядерный шантаж, ядерный чемоданчик. Существует ли какая-то вот сдержанность? Действительно ли есть цепочка, что не так, что просто пришел один человек и нажал там ядерную кнопку? Как это все происходит? Как это вот внутри защищено? Ну, если говорить про технический аспект применения ядерного оружия, это уже последний этап. Там, конечно, не Путин в шахте кнопку нажимает. Конечно, это целая цепочка. И здесь тот, кто этот предказ будет отдавать, он должен четко понимать, что он будет выполнен. Потому что если он не будет выполнен, это крах его власти и весь план. Мир, конечно, выживет, но он поймет, что это тот тест, который, может быть, ему не хочется проходить, если он не очень уверен в полной лояльности. Но если говорить о наших ценностях, вообще 20-й век, 21-й век, куда мы идем, это большая беда. Поэтому не надо все, конечно, сводить к этому конфликту. Мир гораздо больше, чем война России в Украине. И глобальный юг наверняка воспринимает это, как там европейцы опять что-то не поделили. Но, тем не менее, Путин, это и его режим, который сейчас вылился в эту отвратительную войну, абсолютно преступную, невозможную. Это просто символ тех сил, которые есть в мире и кроме него. Но он прям вот как первый ученик, который показывает, как это можно сделать в самом худшем сценарии. Потому что он обладает ядерным оружием, в отличие от многих других. Кто, может быть, разделяет его нелюбовь к США? Мало кто любит США. Вопрос ведь не в том, любите вы их или нет. Вопрос в том, а какие у вас ценности? Дело в том, что и проблема в том, что эти люди, и Путин, и его пропагандисты, и другие, кто с ним, друзья, Северная Корея, они же тоже официально на словах «мы за мир», «мы за свободу», «мы за право нации на самоопределение», и объясняя этим там запорожские всякие республики и так далее. Они манипулируют вот этими понятиями, которые в 20 веке для многих тех, кто принимал решения, реализовывал, они значили что-то. Теремония ничего не значит. И в этом проблема. То есть, как бы, исправится эта ситуация не из-за того, что там будут ядерные технологии, будет ядерное оружие или не будет ядерного оружия. Исправится эта ситуация только тогда, когда человечество выработает какие-то механизмы защиты от вот такой пропаганды и циничного манипулирования ценностями. Не технологиями, не деньгами даже, а ценностями, информацией, умами людей. Вот просто чтобы люди отвечали за свои слова, чтобы они имели в виду именно то, что они говорят, они прикрывались ими, не использовали красивые флазы о мире. Они же на словах борются с фашистами, сами ведут себя как фашисты. То есть, нужны механизмы защиты от этого, а не то, чтобы там у этих людей не было ядерного оружия. Не будет ядерного оружия, они найдут. Люди убивают до сих пор себя друг друга в Африке тысячами камнями и палками. Так было и так будет. Но цивилизованные люди должны находить механизмы взаимодействия в этом опасном технологическом мире, где есть все, и ядерные объекты, и ядерное оружие, и химическая промышленность, и транспорт, и так далее. Это очень опасный мир, чтобы играться в игры с принципами и так далее. И противодействие физическое. Возможно, вот это действительно фейс-то-фейс с такой вот апокалиптической опасностью даст человечеству шанс еще раз прокачать свои скиллы и попробовать договориться. Я надеюсь, что что-то из этого может получиться. Спасибо большое, Дмитрий, за сегодняшний разговор. Спасибо, да. Я надеюсь, что если не это, то уже ничто нас не спасет. Так что мы надеемся, что этот урок человечеству выучился. Субтитры сделал DimaTorzok